Я не знаю никого, кто бы не сталкивался с этой проблемой. Я вообще не понимаю, кто из этой темы сделал табу, потому что об этом надо говорить, об этом надо говорить громко. У каждого из нас есть кто-то, кто не может зачать ребенка. Почему это должно определять меня? Наличие у меня ребенка или отсутствие? Это не делает тебя слабым, это делает тебя сильным. По-настоящему сильным. В 19 лет я была беременна. Это была моя первая беременность в отношениях, желанная, ожидаемая. После родов через две недели ребенок умер, а после этого мне заявили, что у меня приобретенное бесплодие. Операции, операции. Снова и снова ты надеешься, но они не дают, мне не дают никакого эффекта. В рамках социального давления, достаточно жесткого, очень сложно выживать. О, Господи, что я делаю не так? Ты терпишь это физически, это трагедия, это боль, это физическая боль, это моральная боль. Крах мечты, крах ожиданий, крах надежд. Это тот период, когда ты постоянно к чему-то готовишься. Ты не меняешь работу, потому что думаешь, нужно, чтобы были хорошие декретные. А ты находишься в каких-то деструктивных отношениях порой, потому что живешь иллюзиями о счастливом браке и материнстве. Тем что хочет, чтобы она родила. Так, когда у меня овуляция, кажется, это середина цикла. Кажется, вот-вот, что-то надо делать. Какие позы принимать? Но у милиции скажет, ой, как миленько, когда за вторым, все. Отпусти ситуацию, отпусти ситуацию, отпусти ситуацию, не циклись, не циклись, не циклись, расслабься. И все, ты конвейер, комбайн. Первого родила, давай второго, второго родила, давай третьего. Третьего родила, может, четвертого, четвертого родила, а что так много? Почему нельзя просто жить? Просто жить и наслаждаться своей жизнью. Зачем вот это? Не терять надежды, когда можно просто быть счастливым. Женское тело – это не инкубатор. А вот с таким подходом, ты не рожаешь, ты не человек, это инкубатор. Тебя не видят как личность, тебя не видят как человека. Ты должен выполнять функцию. Все. Встроенные функции к инкубатору что? Да, убирать, стирать, готовить, ждать дома. Это же утопия. Мы живем в иллюзии. Иллюзорный мир. Он нереальный. Мир наших додумок. Почему бы не посмотреть на реальность? Почему бы не обратиться к самому себе? А чего я хочу? Рождение ребенка – это некий естественный процесс. Усыновление – это осознанный шаг. В мире столько брошенных детей. Детские дома переполнены, там дети действительно ждут маму. Я всегда думала об усыновлении, и сейчас я же являюсь мамой не собственного ребенка, не я его родила, но тем не менее, да, я мама. Ты идеален, идеально такой, какой тебя создал Бог. Как бы ни говорили, что это первичная функция, да, женщины, вот ты роди, ты для этого сделана. Нет, не для этого. Совершенно не для этого. Мы сделаны для счастья. Как каждый приходит к счастью? Это их собственный путь. Зачем зацикливаться на проблеме, когда можно концентрироваться на миллиарде возможностей? Возможность родить ребенка – это прекрасная возможность тоже продолжить себя в вечности. Люди продолжают себя в вечности книгами, стихами, изобретениями, какими-то достижениями в науке. Ты живешь в этом сознании один раз, так проживи эту жизнь на максимум. Будь ярким, наслаждайся этой вселенной, этим миром. Генерируй идеи, создавай, постоянно действуй. Почему нет? Очень хочется обратиться к мужчинам и сказать, что, ребят, пожалуйста, подходите осознанно к слову «любовь». Одиночество – это черная дыра внутри тебя. Ты окружаешь себя друзьями, семьей, проектами. Если вы говорите кому-то «люблю», будьте, пожалуйста, готовы принять этого человека таковым, каким он является на самом деле, а не таким, каким вы хотите его видеть. После появления ребенка дыра никуда не пропадет. Эта дыра – это отсутствие твоей любви к самому себе. Безусловно, любви достойны все, какими мы не были бы на физическом уровне. Полюби себя, и дыра исчезнет. Вместо того, чтобы поглощать, начинай излучать. Излучай этот свет. Имейте просто силы, терпение, и вы дождетесь. Я знаю точно, что когда-то это случится. А если это не случится, значит, так и должно быть. А пока не дождались, растите себя и любите себя. А пока не дождались, растите себя и любите себя. Субтитры создавал DimaTorzok